Девочка-пай 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 Здравствуйте, я Ксения Собчак А я Ксения Бородина И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга Оказалось, что наше солнце ревниво к чужому счастью Когда она узнала, что Степа и Алена решили пожениться Солнце так расстроилось, что бросив все, уехало в Питер Оставив Диму одного на проекте Но ей не стоит так переживать, чья свадьба будет первой Солнце наверняка проведет еще много времени на нашем телепроекте И сумеет построить свою любовь А вот одна из девчонок после вечернего голосования отправится домой Наступил 1060-й день нашей телестройки Внезапный отъезд солнца в Питер без Димы был, видимо, не случайным Солнце не привыкло быть хоть в чем-то второй Даже если дело касается свадьбы Ее взбесила ситуация, что другая пара, Степа и Алена, вознамерились тоже пожениться Дима не смог нажать на ребят, чтобы они уступили первое место королеве дома 2 Из-за нерешительности был наказан, остался один А солнце уехало отдохнуть в Питер А вот Настя с Сэмом за два года совместной жизни вообще перестали говорить о свадьбе Им достаточно раз в неделю выбирать друг друга и признаваться в любви Рустам вчера не вышел за Любой, тем самым показав, что их разрыв окончательный У меня еще есть одна Сплетница Торика, спишь, родная? Степан, что, у тебя моего номера нет? Привет, ты в Петербурге? Сегодня вечером выйдешь, то есть тебя сегодня не будет, да? Сегодня на лобном месте будет жестко, будет мясо Есть Наташа Хим, да? Есть Эрика, еще какие девочки Этой новенькой девочке, она заселилась в домик, дали иммунитет И у меня выбор, допустим, ты и Ткаченко Я не хочу сказать, что ты мне недорогой человек, ты мне, я тебя очень люблю, конечно Но Ткаченко для меня ближе Эрик, мне интересует вот какой вопрос Кто первый предложил эту идею сестринской любви, уходить друг за другом с проекта? Чья идея? Кто предложил, я сейчас уже вспомню, точно не могу разговор Мы сидели в курилке, и мы просто были возмущены тем, что вот, ну, мне Ира менее приятно, чем Наташа Вот, и ей тоже самое, и мы говорили, говорили, ну, тогда уйдем вместе Вот это все началось, и мы просто дали друг другу слово И это слово... А вы сегодня основные прецеденты находит, что вы обе уйдете? Если одна из нас уходит, я уйду за ней точно Она, насколько я знаю, тоже А зачем? Смысл? Алло Привет, любимая Привет Ну, как ты там? Хорошо Хорошо? Да Фотосессия у тебя? Ага Ну, много нафоткал-то? Много Угу, что ты прям... Как ты что поднялась? А? На Исаакиевский собор пешком А, ну, я чувствую, у тебя подыхание, что ты куда-то или бежишь, или поднимаешься? Поднялась это Угу, очень хорошо, ну, хоть приедешь, мне покажут Питер Прогрессируем Я чувствую, что сегодня опять буду отстаивать наше положение Слушай, отстой Ну, так отстаю Мне кажется, есть такая вещь Какая? Что Наташа Хим специально тебе предложила Вот такой вот А смысл ей предлагать? Рассказываю У нее больше шансов уйти на голосование, чем у тебя И чтобы застраховать себя, да, ребята будут знать, голосуют против тебя, они автоматически голосуют против нее А они не хотят, допустим, чтобы ты уходил Естественно, она себя тем самым закрывает Думаю, я найду там по поводу свадеб кое-что, и я тебе, ну, покажу потом, приедешь Вот, уже просто надо думать, окончательно решать там с тобой Про дизайн и вообще про сценарий какой-нибудь В каком ты все-таки хочешь, чтобы сценарий был, малыш? В ретро? Ближе к ретро или чего? Я сейчас не думаю об этом, и если честно, вообще не имею желания об этом говорить сейчас Ну, ладно, ладно, хорошо Я просто никогда не подпускала к себе людей так близко, чтобы предавали Поэтому я предатель, я не знаю еще, что такое Я никогда не подпускала, я всегда держала людей на расстоянии Я в таком коллективе никогда не жила, чтобы много людей было И всегда по жизни была одна И у меня сейчас очень тяжело, ну, муки очень тяжелые Я не знаю, я думаю, мне очень жаль, что если она уйдет Ты одна ходишь? Нет А с кем? С знакомой девочкой Ой, знакомой девочке привет Ладно? Да, привет Ну, она глаза большие взяла Ну, давайте, лазите Тебе тоже привет Спасибо, лазите там по крышам Только аккуратненько В 12 часов ночи солнце? Какие в 12 часов ночи? Ты там была в 12 В 5 В 5 вечера Ксюша, в 5 вечера Нет, ну, понимаешь, там был человек, который, в принципе, может тебе... В 5 вечера, я не знаю, как сильно выпил человек, но я там была в 5 вечера Какая-то, как говорится, нестыковочка получается Ну, я думаю, ничего страшного, ты возвращайся У нас сегодня задание следующее Мы с вами в двух башнях, а конкретно в зеленый и синим Крась А в зеленый и коричневый Красим то, что красили и всегда Брусья Че там, брусья? Брусья, совершенно верно Пойдемте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, меня вчера не было, мне сказали Такое было бурное, лобное Че происходит вообще? Да ничего не происходит Я не знаю, в чем проблема Понимаешь, Ксюша говорила, что у нас какие-то проблемы, да? Она пыталась там донести Не, ну у меня тоже сложилось такое впечатление Я посмотрела вчерашнее лобное место У меня сложилось такое впечатление, что ты сам как бы до конца Не понимаешь, вот, что с солнцем происходит Но при этом, как, естественно, джентльмен и человек сильный Не хочешь это никому показывать Ну, я, наверное, правильно делаю Ты правильно, ты, в принципе, правильно размышляешь То, что есть такое То есть, то, что у нее в голове Произошло вот именно из-за этого Она сейчас с этим разбирается Я ей сегодня звонил уже Все у нее в порядке То есть, она там счастлива А она где еще? В Питере Она фотографирует Поехала пофотографировать в Питер Ксюша, ну смотри Настя, вот давай будем честны Ты считаешь, у них нормальные отношения? Ну, давай вот не обманывать, ладно? Я считаю, что у них нормальные отношения Просто Дима, и раз тебя ненормально ведет, это да Я имею в виду, что у них отношения, вот, как бы раньше Они постоянно вставались в домике, да, вместе были Так она сейчас на учебе, к психологу ездит К подругам к своим ездит К знакомым, там еще В гости она вообще не ездит Потому что она постоянно Три раза в неделю у нее учеба Потом психолог, потом гастроли Потом как-нибудь телесемь или еще что-нибудь И все Вот тебе и все время Она вчера вечером, да, там уже была? Она сегодня туда приехала где-то часов 12, мне так кажется Вот, и... А что она вчера делала? Ехала туда Она на машине А, значит Она с вечера выехала? Угу, угу Вот, и я считаю, что все правильно Все правильно Она таким образом пытается во мне там раскрыть какие-то непонятные, да, там, мои тараканы разобраться Тебе не обидно, что, как бы, знаешь, в жизни же тут это все, знаешь, модель каких-то ситуаций Ведь в жизни может случиться другая ситуация, в которой она тоже скажет, знаешь, что ты сам разбирайся, а вот я поеду пофотографирую город Санкт-Петербург В жизни она уверена на сто процентов, что в жизни, да, то есть я, может быть, поведу себя в жизни совсем по-другому Так как я это знаю А ты в неуверен? Я в неуверен на сто процентов Он не знает ее реакцию, понимаешь, а вдруг он приедет, и она, наоборот, еще больше... Смотри, а если бояться и чего-то не делать, хуже всего, когда ты вообще ничего не делаешь Это хуже всего Иногда надо... иногда, да, ты неправильно что-то делаешь, но ты делаешь, и человек это видит, что ты стараешься, стремишься Да, а когда ты вообще не делаешь, тогда тебе такое ощущение, что человек упорно, что ты одна Ну, возможно Смотри, офигеть! Ой, мамочки родные! Смотри, Чита! Чита! Ты че Чита? Чита офигеть собаку храняет! Офигеть! Чит, иди ко мне Поставим пакетку у собака Чита, Чита, Чита Чита победила всех! Оставлю мне тебя Оставлю след над крышей Сегодня я ушла А ты не слышал Красная стрела Ночью отойдет Я тебя люблю А ты Между нами ночь Пропастью растет Вихрем Оторвет мечты Красная стрела Сердце обожгла Привет! Привет! Как дела-то? Привет! Всех целую! Эрика Отдельный поцелуй Горячий Какие новости? Ой, здесь такая бучка Сейчас вот Между кем и кем? Ты хочешь? Между нами всеми Такое рассудование А, я понял Я удивляюсь почему Да я угадаю Почему они хотят Вдвою мультируют Нет! Почему они еще и голосуют Друг против друга Ты в сердце мое Прости за любовь Остыла Послушай меня Я просто любила Ну, мне нравится Кому смотрится Она такая высокая блондинка Он такой маленький Неплохо, да? Да Так, и чем закончится Кто придет в Воне в апреле? Слушай, и чем закончится ее А, это ее интернет Она же по интернету Там переписывается Слушай, это кстати Ромка написал эту статью Значит у них Помнишь, у них же был тоже конфликт И все прошло Как у тебя дела вообще? Хорошо, потихоньку Да? Угу А что-то грустненькое Ну, не вижу причины Чего веселиться Из-за голосования, да? Не знаешь как голосовать? Вообще не знаю Уважаемые телезрители Летний сезон открыт Рустам Калганов Сдает свой шарф Химчистку Химическую чистку Этот Кашемировый шарфик Встречайте Бородулька и Сапчак Ну что ж Голосование Голосованием Но у нас тут такие страсти кипят Дима А К сожалению Ты Один Отдуваешься За Вашу Пару Скажи мне пожалуйста Вот Как ты думаешь Если действительно У Солнца был такой Срыв эмоциональный Почему все-таки Она не знаю Не взяла тебя с собой Почему не захотела С тобой разделить Вот те состояния Которые У нее сейчас Происходят в душе А выступила Чисто в стиле Майя абрикоса Я тебе объяснял уже Ксюша на тете Понимаешь Ей надо подумать Все равно Одной И я тебе сказал Что действительно Она просто таким образом Немножко пыталась Меня расшевелить Да Каким-то образом Сделать мне такую школу жизни А ты не думаешь Что сама идея свадьбы Вот под угрозой Нет То есть вы поженитесь И у тебя в этом нет сомнений Конечно Нет сомнений Хорошо Дима скажи пожалуйста А кому Солнце поехало в Питер Никому Просто как Сделать фотосессию Так называемую Просто Я никогда не был в Питере Вот И она поехала Пофотографировать Приедет А как скажи мне Она вчера тебе позвонила Или как все Нет я ей позвонил И она сказала Что она едет в Питер Это был вечер уже Нет Это было днем Что ж Давайте может быть Позвоним Солнцу Узнаем как у нее дела Давайте Позвоним Солнцу Какой телефон У меня есть телефон Привет Бородулька Это не Бородулька Это Ксюша Собчак Ну в принципе Какая нафиг разница В конторе Привет Солнце Ну как твои дела Хорошо Хорошо Все сфотографировала В городе Питере Чего-чего Все сфотографировала В городе Питере Да На Исаакиевский собор Даже сегодня забирался Ну С кем гуляешь? С кем? Сейчас одна Ну понятно Чего ты вчера Приняла такое решение В Питер поехать? Да Вчера Когда появишься? Сегодня буду уезжать Ночью Или утром Сейчас посплю и поеду Понятно Долго ехала-то вчера? Долго При подъезде Знаете ли к Питеру Встала в пробку На полтора часа Во сколько из Москвы Выехала? Во сколько Простояла в московской пробке Три с половиной часа И выехала Сейчас скажу Где-то в десять Я еще останавливалась кушать Странно что Вот ты знаешь Очень странно что Главная московская пробка Вчера почему-то оказалась Около Бара Где ты была с двумя девушками Ночью Замечена Одной нашей Скромной девушкой Из аппаратной Которая совершенно случайно Я пошла в это место И наблюдала за тобой И твоими двумя подружками И почему-то вот Солнце Мне показалось странным Что ты Своими проблемами Решила поделиться Не с Димой Не ему выплакаться И всю ситуацию Потрясшую тебя С Аленой Степой Решила обсуждать Не с кем-то А с какими-то Своими подружками Еще и в злачном месте Нет Ксюша Я вообще оттуда Как бы Не оказалась По дороге от психолога Потому что обычно Я хочу есть В 12 часов ночи Солнце Какие в 12 часов ночи Ты там была в 12 В 5 В 5 В 5 вечера Ксюша В 5 вечера Какая-то Как говорится Не встыковочка получается Но я думаю Ничего страшного Ты возвращайся Главное Ты больше все-таки Фотографируй Достопримечательности А не дискотеки Клубы Рестораны Кабаки И так далее Ладно? Я сейчас буду спать Ну ладно Хорошо Хорошо Пока Расстроилась Ну опять же Дим Я не знаю У меня там не было Поэтому я не могу утверждать Полная провокация Полная чушь Понимаешь Если она была уже Где-то часов в 12 в Питере Она не могла никак сидеть там Где-то в 12 часов А ты уверен что она в 12 часов была в Питере? Конечно уверен Вот в этом вопрос Откуда у тебя такая уверенность? Я ездил на машине в Питер Ну я как бы ничего не говорю Часов в 7 Семь с половиной часов Ехать километров 130 Если даже 120 километров Потому что новую дорогу Еще не открыли То есть если даже Она в 7 часов Выехала По московским пробкам Да Самый пик В 2 часа 100 процентов Она добралась бы только до МКАДа В 7 В 8 В 9 И значит за 3 часа Она доехала до Питера А на машине в Питер ехать часов в 6 Да Ну как-то вот реально Она не Это неправда Что Я ей больше доверяю Чему Чему-либо Чем Спидометру Дима Ну на самом деле Ты счастливый человек Правда Я не хочу Разубеждать тебя Потому что это счастье Настолько верить Это У нас была Есть такие мужчины Которые Которые Не делаем Галочки В голове Что-то там скрываем А потом это Начинает развиваться Если она не сказала Этого Значит этого не было Да Не хочу ни в коем случае Сравнивать Дмитрия Солнцем С нашей бывшей Парой стори Проблемы начались Именно тогда Когда я захотел Побыть один То есть уехать в Рязань В одиночестве Остать без стори И так далее Вот это закончилось этим Я желаю вам удачи И надеюсь все окей Вот с этого и началось все у нас Я хочу побыть один Ну что ж Я думаю что каждый Сделает свои выводы А у нас в любом случае Впереди еще Женское голосование И я прошу Раздать бюллетени Никакая тварь Будет мне Говорить то Что она говорит Потому что Каждый из них Становится в очередь Очередь К воротам И ничто их не спасет Не то что они были со мной Или еще с кем-то Я напоминаю что У нас сегодня Общее голосование И против Иры Голосовать нельзя Так как у нее иммунитет За ВИП-домики Наташа Боня 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 Наташа Боня Бузова Наташа Крюм Тоже самое Наталья Хим Люба Виктория Виктория Боня Наташа Хим Наталья Итак, большинство против Наташи Хим Наташ Мы долго С Ксюшей Советовались И ты знаешь В принципе Пришли к выводу Что Твою любовь Сергея Павловича Мы не можем разрушить Правда? Совершенно верно Анаташа Браво Особенно Мы все об этом убедились Когда ты его так красочно била В этот момент мы поняли Что ты очень неплохой человек Отобьют у тебя Сергея Павловича Итак, у вас есть Еще три секунды Итак, выбор сделан Хватит Вот ты куда вот смотришь Че ты подглядываешь И смотрят Антон, пожалуйста Я дам Буданаева Алену Виктория Боня Виктория Боня Виктория Боня Люба Люба Эрика Тоже самое Что тоже самое? Эрика Люба Бузова Боня Степа Эрика Боня 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 Итак Боня у нас отсутствует А тем не менее Вы против нее голосуете Ну что ж Это На вашей совести В любом случае Большинство голосов Против Виктории Бонни Я не предоставила На удивление Алены Водонаевой Иммунитет Боне Давайте посмотрим Зрительские Виктория Боня 32% Алены Водонаевы Пять Да Все У вас три секунды прошло Начинает с Наташи Я прошу объявить Ваш выбор Не торопимся Выбер Эрика Настя Ольга Алены Водонаевы Я рассчитываю на то Ну Самое первое Может быть Перед уходом Хочешь сказать что-то Нет У меня нет слов Я говорить лишнее не буду Мне тяжело Но я в любом случае рада Что я была с вами Я очень привыкла к вам Я буду скучать Точно Ну что ж К воротам мы не идем Потому что я дала тебе свой иммунитет А это значит что голосование Два человека до слез Не стыдно тебя вообще Я Наташа Итак Мы голосуем в четвертый раз Друзья Я напоминаю Мы не голосуем против Бони Эрики Иры И Наташи Начинаем с Антона Антон Не нужно было даже менять бюллетень Алена Водонаевна Так Антон Бродин Любка Любка Больше нету Дима Люба 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 Ольга Бузова Виктория Люба не меняла А Бузова Оля Бузова Тория просила Тория Тория Ольга Ольга Бузова Люба Итак Три голоса против Тори Четыре против Бузовой И семь против Любы Иммунитеты закончились Ольга Бузовой Ольга Бузова Ольга Бузова Ольга Бузова Голосов Ален Ты до этого голосовала против Против Бонни Бонни Но у меня круг сузился После того как отдали Бонни иммунитет Я с ней вообще не общаюсь Тем более в связи с последними событиями Я думаю что я имею право голосовать и против Ольги Потому что у меня на весу Тори, Солнце, Настя и Люба Дорогие телезрители И дорогие ребята Я понимаю у вас была У ребят была вынуждена из ситуации прибыли сомать против меня Зрители вам спасибо огромное что вы все это время поддерживали Моя ошибка была в одном То что я любила Руслама И до сих пор не любила И то что я Вступила в эти отношения готовились и готовились К самому своему шутку Но Жизнь не заканчивается И такие ситуации за королеву делают сильными Но то я и Люба Ткаченко чтобы справиться идти дальше Спасибо Люба возвращайся пожалуйста Представляю какие позитивные эмоции испытываются сейчас в уставе Ну что ж Рустам судя по твоим слезам ты хочешь уйти вслед за Любой? Мы правильно истолковали твои слова? Мне бы хотелось попросить вас всех Если Люба будет не против я бы ее сам хотел проводить Без всех к воротам можно? Ну а зачем провожать когда вы можете не расставаться? Тишина ребята Дело в том что мы уже расстались и уже прошло время и поэтому А почему ты плачешь там? Дело в том что я плачу у меня сегодня вот знаковое событие в моей жизни Шарф едет в химчистку Я вот об этом пекусь Чтобы не порвали знаете все таки кашемир Просто я смотрю это случайно не в Любином пальтишко ли ты сидишь? Да кстати оно самое Я его узнала Вот зажигает Рустам Как всегда Люба ты хочешь что-нибудь сказать? Да Может быть Рустаму конкретно или ребятам Нет Я ничего не хочу сказать Люба ты очень добрый человек Это правда Очень добрый Неоднократно тебе говорил Вот ты молодец Все будет хорошо у тебя Люба ну я считаю к твоей чести надо сказать Что посмотри насколько тяжело ребятам было против тебя голосовать Они бились за тебя до последнего Главный плюс Мне кажется лучше быть за периметром одной Чем здесь с Рустамом Ты такую глупость сейчас А ну Вот иди ты в Своими комментариями Ксюш Я серьезно Ну ты шутка Я понял Ксюша что-то в последнее время расшутилась Ксюш на Киргиз фильм сценаристы Ксюш на Киргиз фильм сценаристы нужны с таким юмором как ты Пропадает вставочка Подожди Не выходи во-первых из образа Рустам Потому что нельзя плакать и посылать Одновременно Нужно выбрать какую-то одну концепцию У тебя концепция все время меняется Вначале дичайшее страдание и скорбь на лице Потом тут же послать ведущую Выбери что-то одно и не отходи от этого пути Люб Ты хочешь, чтобы Рустам тебя проводил? Я хочу, чтобы меня проводили все Кроме Рустама? Нет, Рустам тоже Ну не лишай человека возможности сделать так, чтобы все ее проводили, Рустам Или ты настаиваешь? Ну пусть они дойдут до ворот, мы придем к ним когда-нибудь Когда дойдут до ворот Нету права Нету права Шар поводить Клопы там всякой темы Знакс идика Пахнет Он еще не из химчистки Все, Ксюша в ближайший месяц будет лежать в больнице Не плачь только Все нормально Ну все, прости Никто не в набор Никто не в набор Причем этих моих рук было и ты меня сейчас просишь прощения Все мы прекрасно все понимаем Моих, моих, а я не скрываю этого, моих я все сделал Ну прости меня Ну да, прости Да прости, просто на тебя Тоже сыграть с тобой злую шутку Ну, моя очередь, сама знаешь, придет Не ерничай сейчас перед воротами Не надо Ерничаешь ты, ты сейчас сыграешь и слезы я-то не верю Не верь, не надо, это игра сама Ребят, идемте В общем, все Пока Люба Привычки, это плохо, у тебя будут новые знакомства, новые приключения, все нормально И любовь И любовь, новая любовь, да И новая любовь Алло Алло, мам, это я Слушай, у нас же женское было Ну? Люба домой пошла Пошла? Да Ты считаешь Ты считаешь хорошо, мам Ну, несколько Конечно, не считаю, мне очень жаль Мам, я тебе, мам, мам Ну, иногда ее поступки, Русь, они совершенно непонятны Мам, я тебя прошу, не надо говорить, что тебе жаль Потому что ни тебе не жаль Ни мне не жаль И более того, здесь никому не жаль, что она пошла домой И я еле сдержался, чтобы не зачеркивать ее фотографию Но я не делал этого до самого последнего момента И я не буду сейчас прикалывать из себя и говорить мне, что мне жаль Нет, мне не жаль, пусть палит кулем отсюда, эта тварь Ох, хорошая У тебя не было права, не будет никогда И мы счастливы Иногда на первом месте Мы счастливы Любовь, найди свою любовь Смотри, я такой Потому что я не мог уже этого терпеть Это делал человек, который говорил, что любит меня Да пусть она сосет, эта тварь И все И идет туда, куда она пошла Потому что она знает, кто будет пренебрегать мной, кто пойдет за ворота Никакая тварь будет мне Говорит то, что она говорит Потому что каждый из них В очередь Очередь И ничто их не спасет Не то, что они были со мной или еще с кем-то И не надо, мама, мне говорить, что ты жалеешь Потому что ни ты, ни я, и никто здесь об этом не жалеет Пусть валит Все, я люблю тебя, до свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что же это делаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И она меня спрашивает, ты уйдёшь, а я уйду и место своё дам. Вот на полной среды легко. Вот без облома вообще. Ну ты вот единственная допустила ошибку. Если ты договорилась, правда, вот тебе говорили, если договорилась там... Эй, Куся, Лёвка, пойдём. Что тыишь ошибку? Любка, не хочешь взять парочку котлет с Дореном? Люб, я готовлю праздничные котлеты. Прощай, мадам Хачев. Ты готовишь праздничные котлеты? Обязательно. Слушай, я тебе многое здесь позволил, ты пришла за вещами и иди за ними. Я многое ей позволял, сейчас я не позволю тебе ничего. Я делаю, но держите эту дуру на привязи. Люб, Люб, Люб. Это единственный был чайник. Я тебе сейчас за чайник дам. Понятно тебе? Ты жаль котлетки-то. Еди нахрен. Баба богу, я могу это сказать. Еди нахрен. Не очистишь. Пидор вновь. Еди нахрен. Сломал отчайник. Сломал отчайник. Ага. Слушай, слишком много у тебя психологических отклонений. Давай, давай, давай. Кликтование, пидористиня. Все, 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 все. И ты не забывай, что, ребят, он еще и сидел. Давай, давай, давай. Эмеля, твоя неделя. Давай. Слушай, твоя тоже уже на походе, дорогой. Люк, ну чайник ты тут причем? Стул уже рядом стоял. Чайник, не, ну просто чайник хотел очень попасть в эту колгановую. Ты испачкай свой плащ. Он хотел просто, ну ладно, посырали. Это не кровь, это фарш. Это кетчуп или фарш, да, что-то такое. Офигеть. Кто на губе понял? Да он, артист. А, это герой что-то? Ну просто шарф снял, видишь, и теперь полезла вверх. Слушай, блин, ты показал, какой ты смелый, вчера и сегодня. Показывай дальше. Я покажу. Я покажу. Ты мне еще за... Я тебе ничего говорить не буду. Ты со мной еще не... Ты не извинился еще. Я жду просто, когда... Я тебе извинюсь, тошно тебе будет. Лучше не трогай меня. Я жду, когда ты извинишься передо мной. Ага. Ждешь, жди. Жду, да. Давай. Я надеюсь, ты извинишься. Извини. Все, я не знаю, что ты хотел. Нет, нет, знаешь, мне хочется услышать, чтобы ты извинился, что ты задел солнце, понимаешь? Давай иди ты отсюда, еще ты, катись. Ты показал, какой ты и что ты. Да? Дим, пойди. Кокотик, ты тоже пришел ко мне? Кидай его в сумку, войдет. Что ты до последнего думала? Ну, он не способен на такое. Все-таки не помнишь, помнишь, я тебе рассказывала о чувствах, которые, ну, о чувствах, я просто зашла, он начал, он котлеты в честь меня жарит. Ну, так, стебать. Ну, я подошла к нему и хотела, а он уже чувствует, что я сейчас, как, ему начал вот так вот ставить, котлеты жарят. Я хотела ему пощучину ляпнуть. Он меня за шею на стол положил, начал душить. Вот этот вот стол, который вот, ну, вот так полетай, вот этот вот стол, за которым все, он у меня. Я думала, он меня сейчас скинет с него. Скажи. Чего? Я всегда пугаюсь тебя, особенно тебя. Да, вот бойся меня. Бойся. Которая сейчас решила доказать, какая она крутая, да ты там показал бы, а ты потепло по ногам. Иди, сказал, вон отсюда, стыкнулся. Ты смотри, аккуратно. Девки, а я вам обещаю, что Солнцев еще приползет. Он еще не знает, что с моим животом. Он приползет. Все-таки, да? Конечно. Эрика, представляешь? Ну, я еще не могу точное подтверждение дать, но первое, ну, все-таки. Он приползет еще, вы что? Иди, ты сказал. Я не пойду. Нет, ты уже там. С чего это я пойду? Давай, давай, давай. Я хочу здесь понаблюдать на твою реакцию, как ты готовишь котлетки. Да, тогда я пойду. Давай. Ты смотри пока. Бросай котлетку, Паку, Паку, расправим. Русичка, последи за котлетами. Пусть вот эта вот девочка выговорится здесь, рыжего свет. Слышь, ты девочка. И я тебе еще раз говорю, все сегодня увидели у тебя девочку. И солнце, которое тебя... Поэтому заткни им. Я тебе еще раз говорю. Все увидели тебя трусой. И это он всех отпечатал. Если ты хочешь это видеть, иди смотри. Идиот. Сейчас напишу. А кто сюда солнце выклеил? Это он сам. Здесь Алена жила. Это он сам сюда клеил? Да, я думала. Теперь ее можно отрывать. Подождите, подождите. Это должна сделать я. Давай, давай. Оба тут, пожалуйста. Вон еще. Нету больше тут. Вон еще. Подождите. Я просто домой это сделать хотела. Это вкусно. Это его рожа. Субтитры сделал DimaTorzok